Зеленый туризм, набирающий популярность во всем мире направления отдыха. Его основа – путешествия по природным, желательно нетронутым цивилизацией территориям. Согласитесь, нашей Гомельщине в этом плане есть что показать. Заказники и Национальный парк Припятский с их экологическими тропами. Или фестиваль куликов на территории биозаказника «Туровский лук». Он, кстати, прошел в эти выходные в Житковическом районе. Есть ли будущее у экологического туризма на Гомельщине? Об этом большое воскресное интервью с кандидатом биологических наук Николаем Дайнека. Как мне кажется, да и статистика об этом говорит, все больше опытных, в первую очередь, опытных туристов отказываются от пресловутого «все включено» в пользу так называемого зеленого или экологического туризма. Николай Михайлович, как по-вашему с чем-то связано? Ну, во-первых, действительно, опытные туристы, они многое видели и пришли в сравнении, все познается и пришли к выводу, что вот именно зеленый туризм – это то, что нужно сегодня для человека. Мы видим, какой сегодня бешеный темп жизни и теряется вот эта связь с первозданной природой. Поэтому отдается предпочтение. Сейчас в странах Европы – Италия, Испания, Франция, Англия – этот вид зеленого туризма начинает интенсивно развиваться. Гордостью Гомельщины является, во-первых, национальный парк Припятский, заказники – Днепросожский, Смычок, также Туровский луг. Это все… Хотелось бы, чтобы люди увидели эту красоту, наши луговых экосистем Гомельщины. И поэтому вот леса наши, 45% территории, лесистость. Николай Михайлович, знаю, что исследованию по лесу вы посвятили большую часть своей научной деятельности. Чем могут быть действительно интересны, чем уникальны экосистемы Гомельщины? Ну, во-первых, будут интересны наши пойменные дубравы, которых действительно на планете мало, которые находятся вот в поймах наших рек Припяти. Также будут интересны наши луга, луговые экосистемы, где сосредоточена большая часть луговой растительности. И нужно отметить, что в связи с изменяющимися климатическими условиями происходит инвазия, внедрение в эти системы видов степняков. Поэтому вот тоже интересно в этом плане, как идет перестройка этого видового состава в связи с такими условиями. И там мы видим 500, 600, 700 видов высших растений, тоже редкие, охраняемые растения там. И животный, растительный мир, это все в комплексе. И когда мы создали заказник, мы будем наблюдать, что же через 50 лет станет. И все это будет возвращаться к первозданной природе. Это очень интересно будет, такие уголки сохранить. Какой из заказников Гомельщина вы бы посоветовали посетить нашим зрителям первостепенно? И почему? Ну, Днепросожский заказник, недалеко от города. И там как раз вот в Междуречии, Днепр, Сож. И мы видим уникальность луговых экосистем, во-первых, уникальность лесных экосистем. Также видовой состав флоры и фауны. И все это в гармонии. Все это на такой относительно небольшой территории, комплексно. И за маршрут, предположим, там 5-6 километров, если за полдня можно пройти и увидеть частую эту сменяемость. Нет такой однородности, чтобы уже человек устал. Вот все одно и то же. А постоянно находишь что-то новое для себя. Я знаю, что вы составитель многих экологических маршрутов, в том числе в заказниках Гомельской области. Вот как по-вашему, когда количество местных зеленых туристов увеличится в наших заказниках. Иногда устаешь, наверное, но уезжаешь в экспедиции и видишь, стоишь на берегу того же Днепр, Сож. И так посмотришь, когда никто не мешает. Действительно, это уникальные места. Не нужно ехать там тысячи километров, что-то искать. Здесь все рядом. И только любуйся. Вот в этом плане, конечно, и другой раз люди. Вот я там посетил какие-то страны, хорошо. А думаю, а тут несколько километров, и может быть и лучше. Видите, может потому, что не всем людям климат подходит. Может, да, на жаре на этой, а потом зимой эти болезни. Думают, откуда? Я аж отдохнула хорошо. То есть это все нужно смотреть и тоже готовиться, знать вот эпидемиологическую ситуацию. Что меня там ждет, это тоже. А здесь понимать. Надо понимать, что и здесь есть где отдохнуть, и что посмотреть. Николай Михайлович, спасибо за это интервью. Успехов в делах. До встречи. Спасибо.